следующий гость нашей программы секретарь городского совета кандидат в мэры города славутича борисов владимир владимирович добрый день спасибо что пришли сразу же маленький блиц вам три ваших сильных качества честность простота и принципиальность какую черту характера вы не воспринимаете в людях умение предавать я не терпеть не могу это качество я считаю чтобы одно из самых отвратительных качеств я бы его даже вел в 11 в 11 смертный грех какую последнюю книгу вы прочитали очень символичный такой вопрос макеавелли государь очень интересная книга как раз она очень такая в тему в тему выбора в тему там могу очень рассказывается по то как власть захватывает про то как управляет государством по богу очень интересно книга кстати всем рекомендую какая историческая личность вам импонирует но давайте так чтобы не вызывать раздражение у некоторых телезрителей я наверное становлюсь на черчилле один из самых не просто умных именно хитрых политиков вот очень скажем такой грамотный политик какая у вас мечта в хорошем смысле войти в историю у нас его мало истории у нас есть четыре конверта четыре вопроса для всех кандидатов они одинаковые у вас три минуты на каждый вопрос и выбирать с первого начнем по лицу чем а жилы варенем реаниму вата медицину в слоуде чья акция зарабыта но сразу скажу что это возможно причем это намного более возможно чем многие многим из нас кажется медицина для того чтобы она существовала необходимо две необходимы два необходимых и достаточных условий первое условие это персонал второе условие это оборудование если по первому у нас еще есть что-то скажем так в запасе то есть у нас есть нормальные специалисты коллективные специалисты и кстати довольно высокого уровня то по второму у нас явный провал я думаю что первое если вас интересует в частности каким образом реанимировать это я думаю что первое что нужно вложить вложить деньги именно это в покупку оборудования для медицины это как бы первая часть ну и далее я бы для того чтобы немножко облечь и облегчить нагрузку на городской бюджет я бы все-таки привлек суда для чтобы мы заключили договор с нсзу на лечение жителей близлежащих сел я думаю это вполне реально мы кстати говоря поэтому поводу встречались когда-то сергей ивановичем это голова любичий вот он был очень заинтересован мы сюда даже приехали в служить и серьезно обсуждали эту проблему я думаю что если так получится что а так получится я уверен сто процентов я изберусь мэром города я думаю что мы эту практику продолжим потому что но в любом случае во первых взаимоотношения между соседями это как бы добрососедские отношения это это правильно во вторых я думаю что это за счет того как я сказал что у нас будет дополнительное количество людей лечиться мы облегчим нагрузку на бюджет тем самым у нас будут свободные средства для того чтобы предоставлять там жилье специалистам для того чтобы приглашать молодых специалистов для того чтобы ну то есть и далее там по тексту поэтому я считаю абсолютно подъемная скажем так темы и медицина в славутиче я думаю и имеет перспективу и в коммерческая кстати говоря в том числе когда в определенный момент времени если мы достаточно будем вкладывать деньги я думаю что те доктора которые работают на коммерческую медицину они вернутся обратно в муниципальную нашу медицину я просто уверен спасибо прошу мой любимый вопрос чеварта продолживает иритоватый вид банкрутства кп у жкх при тему не залашат из не залашитесь без тепла ну давайте с вами начнем с того что то что мы делаем последние годы это мы пытаемся не реанимировать кп у жкх а поддержать его стабильно тяжелом состоянии такие близки близко к медицинским терминам мы пытаемся поддерживать его стабильно тяжелом состоянии мы многие годы а особенно в последние годы в последние пять лет мы копим долги причем эти долги ну достигает просто сумасшедших размеров я приводил когда-то в интервью эти цифры то есть мы только за газ должны более 120 миллионов мы должны по налогам еще где-то около 30 миллионов мы должны еще потом по разным платежам и в том числе еще одни спорные вопросы по газу по потому что у нас есть там иски на 50 и на 50 миллионов гривен то есть суммарно наша задолженность сегодня по кп у жкх более 200 миллионов вот стоит ли конечно стоит объявления я считаю что абсолютно стоит тут вопрос главным нам первое что необходимо сделать это чего не сделал фомичев я считаю что это его ошибка это не антиреклама это его методы правления это пусть остается ну как бы в его сфере понимания считаю что первое необходимое было сделать это провести аудит кп у жкх аудит это не просто выявление там виноватых там кто виноват это прежде всего то есть понимание в каких местах мы нерационально работы где у нас происходит нерациональное использование денег в том числе и бюджетных на сегодняшний момент кстати говоря вот недавно был буквально суд мало кому известный факт что депозит который кп у жкх получила деньги получившие с оплаты за тепло людей которые люди платили за тепло положила на депозит не заплатила за газ не заплатила за по текущим по текущей реструктуризации а положила на депозит кстати в этом вопросе нужно тоже разбираться вот он конкретный пример а фирма который у нас забыл зайти как называется альтернативные источники тепла который у нас там бы это саму бывшая зеленком как мы ее занимать называем они подали в суд и арестовали эти деньги то есть у нас из 9 миллионов зависла на этих счетах поэтому нам необходимо прежде всего нам однозначно то есть нельзя отдавать в частные руки не кп уже кх как и цельное предприятие не они по отдельности тем более теплосети электросети или саму котельную непосредственно то есть ни в коем случае нельзя потому что частник это монополист диктовать условия городу в таких скажем так узких вопросах частник не может то есть это довольно опасная ситуация поэтому нам нужно любым путем вытягивать кп уже кх из банкротства при этом нам первое что необходимо делать это через аудит понять где у нас происходит нерациональное использование денег быть может я догадываюсь что там кто-то очень сильно виноват в том что и вплоть до привлечения у кого-то к ответственности спасибо основные напрямки розвитку места на наиближе наиближе 5 рокер ну давайте начнем с того что мы к сожалению за 20 лет с тех пор как остановилась чернобыльская атомная электростанция так и не ушли от монопрофильности фактически сегодня большую часть бюджета это около 30 процентов у нас идет наполнение ну боль самый большой платильщик это идет чернобыльская атомная электростанция далее идет такие предприятия как арс воинская часть и в пице в принципе не завязано скажем так с атомной энергетикой поэтому уходить от направления атомной энергетикой я бы не стал я думаю что в этом есть и изюминка города славутича но в части его специалистов части его базы в части скажем так и вплоть до расположения даже и инфраструктуры поэтому приоритетное направление я бы остался таки атомная энергетика я не буду поднимать эту нафталиновую тему по поводу ядерного реактора я сразу скажу к сожалению это невозможный проект мы его никогда не реализуем мы пытаемся уже это сделать многие годы и я думаю что нам никто не даст это сделать потому что слишком большая конкуренция в этом вопросе но я думаю что вполне реально у нас сделать на базе города такой учебный центр который будет готовить специалист специалистов по на по разным направлениям области атомной энергетики это одно из направлений второе направление я бы выделил все-таки развитие технопарка ни в коем случае не в том виде которому сейчас есть я бы все-таки вернулся скажем так более усовремененному виду свободно экономической зоны я считаю что свободно экономическая зона могла бы дать больше чем дала когда она у нас была после остановки чернобыльской станции и я считаю что есть полная скажем так у нас все шансы и все рычаги для того чтобы пролоббировать закон о свободно экономической зоне для того чтобы нам зашел инвестор и потихоньку в этом направлении стал двигаться но я вам хочу сказать что у нас есть большая тут большая проблема у нас проблема с кадрами потому что но у нас фактически сегодня не хватает людей а ну на скажем так на большин на большие мощности вот и третье направление думаю очень очень перспективно это возвращаясь к первому вопросу очень перспективного направления к нам это медицина я думаю при правильном создании баланса между платной и бесплатной медициной мы можем принципе на этом даже неплохо зарабатывать спасибо последний вопрос как говорят летчики крайне крайне как зарабит и славу тыж приваблен для инвестора я думаю что любой инвестор то что он хочет видеть во власти это стабильного партнера причем стабильного партнера во всех отношениях а главное стабильного в его слове то есть если к нам приходит инвестор и мы как власть миски голова славутики городской совет в канавчик комитет говорит что мы согласны с вами сотрудничать мы согласны вам всячески на украинском сус прияты и не меняет этот вектор то я думаю что в принципе это устроит любого любого инвестора как только приходит инвестор один любой приходит на территорию славутича начинает работать я не буду сейчас приводить пример для того чтобы не выделять кого-то начинает начинает работать а после этого его и но извините начинает откровенно кидать то я думаю что вот этот к этому инвестору придет следующий да вот следующий заходите инвестор да он посмотрит а кто кто заходил то в последнее время в славутич вот та фирма он приходит на ту фирму берет как у тебя тут взаимоотношения с властью и вы представьте что тот инвестор которую обязательства перед которыми мы не выполнили что он скажет про власть и какой инвестор к нам под после этого зайдет поэтому самое главное для инвестора это стабильность и самое главное для власти это держать слово не только перед инвестором но и перед горожанами если власть в лице любого органа говорит что мы сделаем вот это там условно за какой-то промежуток времени власть должна быть тут три или сделать или вовремя объяснить заранее объяснить почему мы не можем это сделать может там нецелесообразно там нет или уйти в отставку одно из трех спасибо и у нас есть маленький приятный бонус вы можете обратиться к телезрителям три минуты свободный микрофон сложно предупреждать что будет хотя бы три минуты я думаю это да и я хочу славу дичу пожелать мудрого выбора мудрого хочу пожелать всем нам честных выборов потому что к сожалению вот эти вот последний выбор оказались такими самыми в неприятном слове грязными в истории славу дич вот я хочу чтобы мы прежде всего все слова уча не оставались людьми что выборы пройдут а нам в этом городе еще жить я надеюсь долгое долгое время пожелать всем мира и добра вот и всегда оставаться честными по отношению друг друга и никогда друг друга не придавать и не придавать славу дичь спасибо спасибо что пришли к нам